Добрый день, в эфире Киевский Радар и я Максим Полей. Обеденное время в будний день обычно считается самым легким для передвижения по столице, но без проблем не обходится, давайте разбираться. Начнем, пожалуй, с района Совских прудов. Этот район называют еще по старинке Сталинка. В районе Совок произошли две аварии, одна из них на улице Монтажников. Она не сильно мешает движению, разве что по маленькой улице Лисичанской. А вот авария на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Кайсарова в важном перекрестке, сильно затрудняет движение. Проспект Лобановского загружен примерно от процентов на 90, особенно в сторону Севастопольской площади, он фактически простаивает полностью. Давайте посмотрим на Севастопольскую площадь, но и с другой стороны, например, со стороны улицы Народного ополчения, как здесь двигается транспорт. Сейчас, как видим, более-менее свободно, хотя регулярно загружается и этот участок со стороны Народного ополчения. Переместимся дальше, ближе к центру. Улица Большая Васильковская, хотелось ее похвалить еще полчаса назад. Здесь было почти свободно, но недалеко, на перекрестке улицы Притславинской и улицы Евгения Коновальца, произошла авария, которая мешает движению и с обратной стороны Дворца Украины, ну и, разумеется, по улице Большой Васильковской. Еще одна авария случилась на пересечении улицы Мечникова, Шелковичной и бульвара Лайси-Украинки. Естественно, по всем этим улицам затор в сторону улицы Бассейной. На другую сторону Крещатика переместимся и посмотрим, давайте, на улицу Михайловскую, как она движется вверх. В сторону Михайловской площади, как видим, скорость очень невелика. Войс подсказывает 5 км в час. Ну а далее, по улице Сечевых Стрельцов и Большой Житомирской, также скорость не более 9 км в час, так что в этом направлении двигаться быстро не приходится. Переместимся на Подол, если Владимирский спуск свободен, то вот набережная шоссе в сторону Подола страдает от пробок. Одна из причин – авария. По нашим данным, с ней уже разобрались, тем не менее, пробки не утихают. И давайте посмотрим на набережную Крещатицкую, как она двигается в сторону набережной Рыбальской и, разумеется, Гаванского моста. Здесь, как всегда, достаточно плотно в сторону Куреневки, вглубь Подола. Ну а чуть дальше, уже на набережной Луговой, находится наш корреспондент Сергей Адаренко. Дадим ему слово, там тоже непросто проехать. Насколько сложно? Сергей, тебе слово. Витаю, Максим, витаю, древнячки. Мы сейчас вам сразу и покажем. Бачите, мы сейчас пребываем справденно на набережной Луговой, и тут ситуация с рухом, ну, мягко кажучи, складная. Величезная кількість автомобилей рухается и в напрямку туди, вглубь Подолу. Зрештою, из эстакады их чимало. Ну а в напрямку, навпаки, Крещатика, туди и набережной Рыбальской улицы, також машин прямует чимало. Звідси нам прекрасно видно и Гаванске, и в напрямку центру места, скажемо так, на правый берег, там також автомобили ледве рухаются. Тож ситуация на цей развяжці дуже важливий, дуже и дуже напружена. Тож, якщо у вас є можливості об'їхати цю ситуацію, то так і зробіть. Ну а ту аварію, яку ти згадував, ми її вже не зустріли. Тож, на цьому все, тобі слово, Максиме. Спасибо, Сергей. Могу дополнить, що набережна Рыбальська со сторони Абалони тоже простає. Примерно пробка начинається от будущего моста, і де-то уліці електриків. От цього міста і вплоть до Подола тоже скорість по вейзу 7 км в час. Ну, в общем-то, скорість чуть быстріе пешехода. Ну і на самому Подолі тоже непросто. Улица Константиновська достаточно сильно загружена в сторону центра Подола, в сторону Валов. Там була недавно аварія, по нашим данным, опять же, такие с ней разобрались. Но Константиновська простає. Ну а що відбувається в сердце Подола на Валах, давайте убедимся с вами вместе. І посмотрим на камеру примерно посередине. Ну, пожалуй, це все-таки нижний вал, ближе к нам. І далі в сторону уже і Глубочицької улиці. Достаточно плотное движение, равна, как і по самій Глубочицької улиці в обоих направлениях. Ну, це почти все, що ми успеваємо вам розказати на цей час. І, якщо, можете слушати наші колеги на радіо Київ 98FM. В програмі «Київ Трафик» завжди самая актуальна інформація. До следующого випуску. Добаво прибудет з нами Київ.